70 пожаров, более сотни преступлений и 12 крупных аварий. Так в нашем регионе окончились 10-дневные новогодние каникулы. Поработать в усиленном режиме, особенно в ночь на 1 января, пришлось практически всем спецслужбам. Итоги гуляния разложат по полочкам Кристина Трушина, она сейчас у нас в студии. Кристина, ну вот по сравнению с прошлым годом, как вообще вели себя саратовцы? Ну знаешь, судя по статистике, встречались и более буйные праздники. Конечно, совсем без чрезвычайных происшествий не обошлось, но их было гораздо на порядок меньше, чем в прошлом, к примеру, году. В области в этом году 7 человек погибли на пожарах. Самый крупный, самый серьезный пожар случился в Ершовском районе. Там произошла разгерметизация газового баллона. В результате пострадали 6 человек, и один позже погиб. В Саратове также на Рождество горела кровля гостиницы «Москва». Там, к счастью, никто не пострадал. На всех праздниках дежурили более 70 бригад скорой помощи. И, кстати, вот на этих каникулах ни одного практически вызова не было на фейерверке по некачественной пиротехнике. Научились, видимо, пользоваться. Ну, видимо, да. Либо пиротехника стала качественнее. Хочу отметить снижение, резкое снижение травматизма. То есть, где-то процентов на 10 процентов различного травматизма. Это и ножевые ранения, это и травмы, конечности. Также уменьшилось количество алкогольных, чистых алкогольных опьянений, которые мы привозили в стационары. Ну, а что с ситуацией на дорогах? Вот были какие-то там случаи? Ну, что касается дорог, здесь, конечно, любители полихачить, как было, так и много их и осталось. Автоинспекторы городские выделили 29 декабря как самый аварийный день. Видимо, все массово отправились за покупками новогодними. Затем 31 декабря все стихло. Но уже когда Новый год наступил, 1-2 января, автолюбители снова сели за руль, выехали на улицу. И здесь уже нарушений пошло довольно-таки много. И стоит отметить, что по вине нетрезвых, пьяных водителей ДТП практически не было. В основном это вот какая-то невнимательность, связанная там, может быть, с какой-то эйфорией, да? От такого количества выходных дней, когда снега не было, да? До снегопада на лыжах нельзя, только на каток можно было ездить. Ну, в общем-то, получается, что саратовцы довольно спокойно провели каникулы. Да, саратовцы отдыхали довольно спокойно. Они либо встречали Новый год дома, либо ходили в гости. Вот давай послушаем, что говорили саратовцы на улицах. Сначала, то есть дома, потом уже по знакомым, по всем, по девочкам, по мальчикам, то есть так, с компанией, на елку, на площадь. Новый год такой семейный праздник. Вот и были дома. Но вообще и сотрудники МЧС, и скорые, и полицейские, все они не спешат расслабляться. Как сегодня пошутили на встрече с журналистами, что скоро еще старый Новый год, поэтому работы, возможно, еще будет достаточно много. К примеру, сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности вплоть до 20 января. Спасибо. Будем надеяться, что все обойдется. Это была Кристина Трушина, и мы подводили итоги минувших новогодних каникул. Редактор субтитров А.Семкин